Игорь и Марина Кот в 2020 году приобрели квартиру в доме номер 202 по улице Ленинской. После того, как сделали ремонт, ТСЖ потребовало предоставить доступ к трубам, которые были замурованы в стены. Требования выполнили. На трубах обнаружили непредусмотренные документами врезки. Конфликт привел собственников квартиры и представителей ТСЖ в суд. Когда в очередной раз мы встретились на суде, они сказали о нам, ГЖИ посоветовал применить к вам 10-кратный штраф за наличие несанкционированных выводов. Мы сейчас не можем сказать, сколько это денег будет. В итоге в июне мы получили квитанцию на 112 тысяч рублей. За помощью в решении вопроса семья обратилась к депутату Государственной Думы Александру Хинштейну. Очевидно, что выставляемые суммы к оплате по 100 с лишним тысяч рублей для семьи, где супруга бюджетница, а муж ветеран боевых действий, маленький ребенок, ну, мягко говоря, немалые эти суммы. Значит, поэтому будем просить ГЖИ, прокуратуру провести проверку законности этих начислений. Жильцы дома номер 16 по улице Карла Маркса просят разобраться в ситуации с засором канализационной трубы. По словам главы Ленинского внутригородского района Елена Бондаренко, решение вопроса требует комплексного подхода. Это включение участка в инвест-программу по замене коммуникаций, которые износились со временем. Но и самим жителям стоит ответственно подходить к эксплуатации сетей. Если, конечно, элемент неправильной эксплуатации сетей, вот, такое тоже бывает, к сожалению, когда в канализационную сеть все подряд бросают, а сети, они, во-первых, вот то, что они застарелы уже, у них внутри тоже диаметр не исправляется. То есть тут надо и правильно эксплуатировать сети, но и прикладывать безусловно. Жители Самары Никита Маланчук и Роман Попков решили создать отелье по пошиву одежды и маскировочных сетей для нужд СВО. Просят предоставить им земельный участок под павильон. Неоднократно ездили в зону СВО, куда, ну, повидаться с парнями и возили, как бы, гуманитарную помощь в виде техники, холодильников, каких-то вещей, мыла, там, гелия и так далее. То есть мы на данный момент, прямо на днях только оттуда вернулись. Депутат Госдумы Александр Хинштейн поддержал социально направленный проект начинающих предпринимателей. На встрече решено было определить участок для организации производства средств для нужд СВО. Галина Топилина, Игорь Казановский, События.